Доброго времени суток, дамы и господа! И сегодня хотелось бы полностью обсудить профессию дополнения Dragonflight. Несмотря на то, что будет выдан довольно-таки большой объём информации, и в конце видео будут ответы на вопросы зрителей, зрители задавали вопросы, я их структурировал, и в конце видео абсолютно всё будет рассмотрено. Если же у вас всё-таки какой-то вопрос останется, то не стесняйтесь и задавайте их в комментариях, все вопросы накопившиеся. Попробуем вместе ответить, и абсолютно на каждый вопрос будет дан ответ. Ну а теперь, я думаю, можно начать. Что у нас получается? Дополняет Dragonflight принесло огромное изменение в профессии вообще, в принципе. Появились всякие полосочки, появились всякие инструменты, появились всякие характеристики, вдохновение, бафующее мастерство, всякие талантики, это всё прочее. Конечно, интересно, профессии реально разнообразились. И у многих людей возникли вопросы, что вообще, для чего, как скрафтить себе хорошую вещицу, нужны ли вообще инструменты, какие-то чаркиные инструменты. Вот всё-всё-всё абсолютно, я постараюсь объяснить, и я думаю, у меня получится, и вы хоть что-то для себя полезное, но стопроцентно выудите. Открою свой интерфейс, и давайте обсуждать всё абсолютно на примере моего кузнечного дела. Сразу при открытии кузнечного дела, справа полосочки, в стандартном интерфейсе, разумеется, такого нет, это модификация под названием CraftSim. Довольно-таки хорошая модификация из-за того, что имеется Simulation Mode. С помощью Simulation Mode можно подставить различные реагенты, сплавы, например, в кузнечном деле, и понять, какого ранга сплавы лучше использовать, какого нужно ранга сплавы использовать, чтобы вообще хотя бы иметь шанс на то, чтобы выкрафтить вещицу высокого item-левела. Окей, с аддоном разобрались. Идём дальше. Давайте детально просто рассмотрим всё окно кузнечного дела, что у нас в целом получается. В верхнем правом углу у нас находятся наши инструменты. Инструменты на кузнечное дело — это Казгаритовый набор кузнеца, это Огнеупорный фартук, это Молот Чёрных Драконов. Имеется, конечно, и другой молоток, но Молот Чёрных Драконов, он самый лучший, потому что даёт, по-моему, больше всего стат. Получается так, что основной item, который у нас находится в правом слоте, в котором мы куем вещицы, с помощью которого мы там шьём вещицы, например, в партняжном деле, его можно зачарить. И можно начарить его либо на находчивость, либо на вдохновение. Заходим на аукцион и покупаем этот чант для инструмента. Зачарование инструментов. Например, Драконья Внимательность. Это для сбора ресурсов или рыбалки. Дальше, например, Вдохновение. На инструмент для изготовления предметов. То есть разные чанты имеются с разными статами. О статах мы, конечно же, тоже поговорим. То есть не забывайте чарить свои основные штучки, которые вы вообще юзаете в тот момент, когда создаёте вещицы. Само собой, ваша шмоточка должна быть прочарена. Рассмотрим инструменты, вообще откуда их брать в принципе. Если мы наведёмся на, например, молоток, то увидим изготовитель предэка. То есть молоток сам себе, кузнец, делает. Далее, огнеупорный фартук. Нам его делает кожевник. Далее, казгаритовый набор кузнеца. Нам его делает кузнец, у которого вкачаны определённые таланты в специализациях. Можно, конечно, скрафтить самому себе, но это нужно идти чуточку иначе в специализациях. Об этом мы тоже, конечно же, поговорим. И я просто решил заказать у другого человека. И о заказах мы тоже поговорим. И о столе заказов, и о принятии этих заказов. Я думаю, с инструментами разобрались. Прокрафчиваем себе. Прокрафчиваем самые лучшие, конечно же. И кайфуем. То есть есть инструменты зелёного качества, есть синего качества. Синего качества, конечно, получше, потому что пассивно они дают нам увеличение к профессии. А чем больше наш навык профессии, тем лучше наше мастерство. Теперь, я думаю, пришло время поговорить уже о статах, которые у нас находятся в профессиях. В целом, статы аналогичные у многих профессий. И думаю, этот раздел интересен будет всем. Уровень предмета. Уровень предмета, скажем так, это тот навык, который нам нужен для того, чтобы выкрафтить максимального item-левела вещицу. Этот уровень предмета увеличивается, если мы, например, хотим скрафтить вещицу с таргетными статами, а не с случайными, как это идёт изначально. Бац! И полосочка уже движется немножко влево. Это грустно. Если мы, например, вставим концентрированный изначальный настой, который позволяет нам крафтить 418-ю вещицу, полосочка ещё улетит влево. И всё. И хоть даже у меня вкачаны максимально нагрудники, я не могу сделать себе нагрудник 418-го item-левела, потому что 4 звёздочки. Нужно использовать слитки хорошего ранга, хотя бы 2-го, для того, чтобы заиметь шанс на попытку в крафт 418-й вещицы. Окей. Вдохновение. При определённом шансе, в данном случае 30.7%, мы можем повысить то мастерство, которое у нас сделается при крафте. То есть, к примеру, 272 плюс 65. Да, несмотря на то, что это число перевалит примерно за 320, за 330 даже, оно не сделается высокого ранга. 418-й нагрудник не будет, потому что мы не пробили эту полоску. Мы не имеем возможности выкрафтить себе высокого item-левела нагрудник. К сожалению. Как мы можем разогнать, например, наше мастерство? Мы можем использовать слитки хорошего ранга, как было сказано ранее. Также мы можем использовать шарик. И теперь, да, то есть 302 плюс 65 равно 367. 367 выше, чем 345, мы имеем шанс, 31%, на то, чтобы выкрафтить хорошего item-левела нагрудник. Далее, находчивость. Вы можете с вероятностью использовать меньше реагентов. То есть, мы потратим, например, при крафте не 16 слитков, а там 12. И эти 4 штуки вернутся обратно нам в сумку. В тот момент, когда, например, мне кидают пояса, нагрудники в заказах, через столик заказов, я крафчу, рекрафчу, часть реагентов попадает мне в сумку. Они идут, конечно же, наук. Прибыль дополнительная. Вот так вот. Скорость изготовления. Повышает скорость изготовления предметов. Если мы кучу крафтим каких-нибудь сплавов, там, миллионы, например, слитков, то, возможно, это, конечно же, полезно. Если мы делаем один крафт в неделю, то это нам не особо даже и нужно. Идем еще чуть-чуть ниже. Тут у нас получается жидкость для закалки. У многих профессий имеются различные вот эти плюсики. Эти плюсики позволяют нам как-либо разогнать нашу полоску, либо как-то разогнать наши статы. К примеру, запомним текущие цифры. 31% плюс 65. Я добавлю жидкость для закалки. Текучий драконит. И уже плюс 75. При таком же шансе. Приятно? Да, приятно. Почему бы и нет? Шарик, ну, про него уже было рассказано. Он просто увеличивает мастерство на 30. Таким образом, мы гарантированно можем себе выкрафтить 5-го ранга кирасу. Чтобы получить шарик, нам нужно потратить 50 рвения мастера. Он крафтится во многих профессиях. Если мы рассмотрим, например, инженерку, то тут крафт очков латных. Инженерка слабо пока что раскачана. Вот. Тут тоже имеется шарик, который разгоняет нам навык профессии. И тут имеются немножко иные предметы. То есть, например, разгонщик. Он увеличивает как находчивость, так и вдохновение. Находчивость позволяет экономить реагенты, как мы прекрасно знаем. А вдохновение позволяет нам получить прок. То есть, вставим, растет шанс. Приятно, прикольно, интересненько. Можно как-нибудь вот так, например. И это будут какие-нибудь уже 412-е. И может быть прокнут 415-е очочки. Ну, интересно, но, конечно, слабенько. Хочется, чтобы прокала 418-я вещица. Окей, думаю, с этим блоком мы полностью разобрались. Теперь рассмотрим вот эти вот самые плюсы. Наполняет силой, позволяет указать вторичные характеристики. Добавляет украшения. Наполняет силой. Туда мы вставляем первичный настой. Либо концентрированный изначальный настой. Как их получить? Чтобы получить первичный настой, нам нужно 10 изначального средоточия. Чтобы получить концентрированный изначальный настой, нам нужно 10 концентрированного изначального средоточия. Это все совмещается с изначальным хаосом, которого довольно-таки много на текущий момент при прохождении мифик плюсов выпадает. И обычное изначальное средоточие мы лутаем с ключей 11-15, а концентрированное изначальное средоточие мы лутаем с ключей 16 уровня и выше. Также мификрейды, о них не стоит забывать, оттуда тоже падают концентрированные эти шарики. Само собой, при добавлении изначального настоя увеличивается уровень рецепта, крафт становится тяжелее, но при этом мы крафтим вещицу высокого итем-левела, что довольно-таки приятно для одевания. Позволяет указать твердотепенные характеристики. Мы таргетим себе вторички, то есть вместо того, чтобы крафтить рандомные статы, мы немножко опять же утяжеляем рецепт и теперь мы крафтим нагрудник, скорость, искусность. Конечно, для кого-то, возможно, это бис, можно использовать другие, например, свитки. Искусность крит, скорость крит, универсальность крит, скорость универсальность, универсальность искусность. Думайте сами, что вам нужно, это все можно купить на аукционе. Ну и далее гнездо для дополнительного реагента. Это украшения. Про украшения было отдельное видео на ютубе, ссылка будет, само собой, в описании. Самое ценное украшение, которое не является украшением, это мешочек алхимических приправ. Касательно специализации, получается так, что вы сами решаете, что вы хотите от профессии. Я от профессии захотел то, что я крафчу нагрудники, я крафчу пояса. Именно по этой причине я прокачал тут 30, тут 30, тут 30 и тут 30. Таким образом, я могу крафтить высокоранговые пояса и высокоранговые нагрудники. Много довольно-таки примеров, много довольно-таки примеров рекрафта имеется в отдельной гугл-таблице. Так же, как доказательство этому, надетые на мне вещицы. Поясок и нагрудник. После полного просмотра специализации я, конечно же, покажу свой нагрудник и пояс. Если мы хотим делать оружие, мы делаем оружие, мы качаем определенные таланты тут. Особая ковка, это, по-моему, на сплавы. Владение молотом. Тут мы увеличиваем суммарное наше мастерство абсолютно для всех крафтов. Вдохновляющие планы. Тут мы апаем наше вдохновение. Таким образом, у нас становится больше шанс и мы делаем больше навык при проке каком-либо. Тут у нас экономная ковка. Это уже идет на повышение находчивости. Как-то так идет, получается. Само собой, нужно внимательно изучить всю ветку талантов. То есть, что вы хотите от профессии изначально нужно решить. Как вы хотите все это реализовать. Все абсолютно прокачки имеются на вовхеде. Но там только указаны начальные ветки. То есть, знаний так примерно на 100, 110, 120. А знаний можно уже около 200 получить. То есть, дальше думайте сами, что вы хотите от профессии. Где-то как-то сэкономить реагенты. Где-то как-то получить больше вдохновения. Как в процентном, так и в числовом эквиваленте. Думайте. Ну, а касательно крафтового пояса. Вот он. Конечно, немножко неправильный поясок. Но да ладно. А вот нагрудник. С украшением, которое не является украшением. Мешочек алхимических приправ. Поговорим о столе заказов. На примере некоторых крафтов объясню, как вообще работают все реагенты. Что может мастер, например, вставить в эквип. Что, например, мы должны обязательно приложить к заказу. Давайте на примере некоторых крафтов постараюсь всю информацию выдать. Первый крафт, который рассмотрим, это самая обычная зеленая удочка зеленого качества. Драконитовый друг рыболова. Крафтит ее инженер. Поэтому я, например, могу выбрать частный заказ. Написать никнейм. Выставить минимальное качество. Которое, например, мне хотя бы хотелось бы. И вставлю комиссию. То есть, к примеру, одна серебряная. Все. После этого я могу разместить заказ. Но давайте вообще полностью все абсолютно глянем и начнем с нуля. Публичный заказ. Мы должны приложить абсолютно все реагенты для того, чтобы кто-то рандомно взялся за этот заказ. И нам будет выдана вещица на почту рандомного качества. Это, конечно, довольно-таки рискованный шаг. Особенно при крафте какой-либо вещицы. Поэтому лучше пользоваться заказом для гильдии или частным заказом. Заказ для гильдии. Появляются дополнительные кнопочки. Немножко изменения интерфейса. Мы можем предоставить сами все реагенты, нажав галочки. Либо мы можем предоставить часть реагентов, если они у нас, конечно, имеются. Да, выставив галочки там, где нам хочется. Или мы можем вообще не предоставлять реагенты. И мастер будет все полностью делать за свои реагенты. Окей. Далее. Частный заказ. В тот момент, когда мы кидаем частный заказ, аналогично. Можем как свои реагенты приложить, так и реагентами мастера воспользоваться. Ну, за это, конечно, нужно галдишки накинуть, разумеется. Обговорить все заранее. И в тот момент, когда мы, например, крафтим какую-то вещицу, то мастер нам говорит. Т5. Т5 это максимальный вот этот вот ранг легендарный. Не получится гарантированно. Он получится с определенным только шансом. Мы тогда не должны ставить этот легендарный ранг. По той причине, что мастер не сможет просто взяться за заказ. Ему его придется отменить. Вам придется по новой ставить с какой-нибудь звездочкой поменьше. И это просто лишние клики. Заранее обговорите и все. Скажем так, минимальное качество это защита от скама. То есть, если вы вообще не выставите какой-нибудь гнилой мастер, не я, конечно же, какой-нибудь другой, вот, выкрафтит вам там второго ранга, первого ранга вещицу, это будет грустно. Вот. Мне же, когда кидают заказы, я прошу либо вообще не ставить, я крафчу по-нормальному, то есть, да, четвертого, пятого ранга. Либо говорю, что если ты мне не доверяешь, если ты боишься, ставь четвертый ранг. И тогда все нормально. Дальше другой, например, какой-нибудь крафт можно глянуть. Экипировка для профессии, допустим, что-нибудь для ювелирки. Пускай будут казгаритовые зажимы резчика. Тут требуется рвение мастера. Тут требуется руда, конденсатор, шестеренки. Само собой, мы можем потратить как свое рвение, в тот момент, когда мы ставим частный заказ, ну или публичный, мы вообще обязаны это делать. Либо при частном заказе мы можем попросить мастера скрафтить за его рвение. Но тогда цена, конечно, будет очень интересная. Также некоторые инструменты имеют в себе случайный параметр. Разумеется, лучше делать на вдохновение. Вдохновение, как мы прекрасно знаем, позволяет получше крафтить вещицы, пробивать различные пороги по этому левелу, и в целом все становится получше. Далее. Другую, например, какую-нибудь вещицу интересную рассмотрим, которую хотелось бы рассмотреть. Аркан стихий. Довольно-таки популярное ожерелье, в дополнение Dragonflight, являющееся бисовым. Тут даже при частном заказе мы видим красные рамки. Мы обязаны предоставить этот реагент. Даже Близовский интерфейс нам на это указывает. Мы должны потратить свою искру, свой хаос. Обязательно. Также, если мы хотим сделать вещицу с определенными статами, мы вкидываем послание. Если мы хотим апнуть ее по этому левелу, мы вкидываем изначальный настой. Мастер не может взаимодействовать с теми предметами, которые находятся справа. В тот момент, когда вы кидаете ему заказ. Вы сами должны все абсолютно выставить. То была ситуация. Человек мне кинул 50 тысяч голды. Я, как говорит, хочу пояс. Я в итоге ему скрафтил пояс. Он мне пишет, ах ты негодяй. Я пишу, что за агрессия. Он пишет, я думал, ты вложишь свой первичный настой. К сожалению, так нельзя. Ну, конфликт с ним быстренько решили. Хотя это не конфликт, а недопонимание, пожалуй. Вот. Все как бы нормально. Первичный реагент. Концентрированный. Изначально этот реагент, настой. Вы должны вкладывать сами. То есть, вы должны его нафармить и вкинуть. Другой интересный крафт. Очень много вопросов имеется у людей. Так как я крафчу пояса, высокоранговые. И люди часто пишут про души. А могу ли я за твои души скрафтить? Нет. Механикой Blizzard это не предусмотрено. Вы должны предоставить этот реагент. Вот. Как-то так. Думаю, с заказами мы разобрались. Также имеется система рекрафтов. Повышение ранга, повышение итем-левела. Кликаем самую верхнюю полосу. Вкидываем какой-нибудь свой инструмент, например, который мы хотим переделать. Сделать его повыше рангом. Накидываем немножко реагентов. И кидаем уже, либо, например, в заказ гильдии, или в частный заказ. Переделка осуществляется таргетно. Также имеется вкладка «Мои заказы». Тут можно глянуть абсолютно все недавние заказы, которые были мной размещены. В данный момент я нахожусь на твинке. С твинка я кидаю заказы на мейна для того, чтобы сделать просто-напросто виклик, который дает консорциум ремесленников. В рамках этого видео я уже закинул удочку в заказы. Давайте-ка пойдем ее скрафтим. Перезашел на ДК и подхожу к инженерному столику. Так как этот заказ является инженерным, я обязан к нему подойти. Тут у нас имеются частные заказы. Кликаю по нему и далее жму «Разместить заказ». После этого жму кнопку «Создать» и таким образом создается предмет. Предмет максимального ранга. И после этого я жму «Завершить заказ». Удочка будет отправлена по почте тому человеку, который у меня заказал. В данном случае это мой твинк. После большого объема рассказанной информации, давайте все же поговорим не только о механиках крафта, а еще и об этикете. Все-таки мы играем в MMORPG и общение между людьми – вещь довольно-таки важная и значимая. В тот момент, когда вы пишете кому-либо крафтеру, постарайтесь полностью изложить то, что вы от него хотите. Не стоит писать 20 сообщений по одному слову. Я думаю, после таких каких-то надписей, после таких каких-то диалогов, вы просто-напросто довольно-таки быстро улетите в черный список. И что-то уже выкрафтить себе просто-напросто не сможете у этого человека. Постарайтесь максимально точно, максимально правильно изложить то, что вы хотите. К примеру, «Привет, я хочу скрафтить пояс. У меня есть сплавы второго уровня. Каков будет шанс? Какой будет этом левел? Сколько с меня возьмешь за крафт?» И то есть какие-то такие, например, вопросы можно просто-напросто уложить в одно сообщение. Спокойно все написать, и вам спокойно все ответят. К примеру, я крафчу вообще за сколько угодно голды. То есть я людям пишу спокойно. Да сколько не жалко. И то есть задавать какие-то далее напутствующие вопросы там, «Ну ты скажи цену», «Ну я там не знаю», или там «А где брать души для крафта пояса?» Ну у нас не зря проведен интернет, к примеру, в наши квартиры. Мы просто-напросто можем открыть вовхед и просто-напросто глянуть, где брать души. Ну или же глянуть мой видосик, который недавно был выпущен на ютубе. Вот пример довольно-таки неплохого диалога. Пока я сидел записывал это видео, параллельно спамлю в чате к Гордуне о том, что крафчу пояса на груднике максимального ранга. И человечек вот сверху три сообщения написал. То есть окей, я ему все абсолютно расписал. И да, как я говорил ранее, в интерфейсе имеется. Вы получили новый частный заказ. То есть не нужно, например, писать о том, что «Я там тебе кинул заказ». Все прекрасно и так видно абсолютно. Давайте откроем и выкрафтим ему то, что он кинул. Кинул 10 тысяч золота, выставил минимальный уровень заказа 4. Окей. Кликаю «Разместить заказ», кликаю «Создать». 31% шанс на то, что он будет пятиранговый. И, к сожалению, он не прокнул. Завершить заказ. Как говорил в самом начале, завершение этого видео будет рубрика «Вопросы-ответы». Немножко вопросов и немножко ответов. Что лучше с характеристик? Точность или внимательность? Как я правильно понимаю, это те характеристики, которые находятся в добывающих профессиях. Да, конечно, о них стоит поговорить немножко. Давайте вообще обсудим, что это за характеристики. Внимательность – это повышение шанса на получение редких ресурсов. Окей, звучит круто. Точность. Получение большего количества реагентов. То есть, вместо там пяти руды мы получим десять руды. Ну, вроде круто. Сноровка также имеется. Она повышает скорость сбора ресурсов. Что на самом деле лучше? Вопрос довольно-таки интересный. При условии того, что у меня две крафтовые профессии, добывающими профами я занимался только на драктире. И то чуть-чуть. Я не особо компетентен в этом вопросе, но я бы делал упор на внимательность. Повышение шанса на получение редких ресурсов. Звучит круто. Второй вопрос. Если удалил профессию и потом захотел к ней вернуться, таланты сохранятся, которые вложил в эту профу? Я думаю, да, потому что это было бы слишком обузно. Люди бы сбрасывали профу, раскачивали бы ее иначе. Ведь нету никаких абсолютно функций сброса знаний. И если бы при сбросе профессии можно было бы сбросить накопленные знания, то, наверное, это бы юзали. Я думаю, да, короче, раскачка сохраняется. И это, то есть, никак ничего не заобузить касательно сброса раскиданных знаний. Третий вопрос. Расскажи про эквип, выгоду от статов и спеков. Окей, у многих профессий есть ветки, направленные в крафт предметов высокого итем-левела. Я прекрасно продемонстрировал это уже тысячу раз на кузнечном деле. Вкидываешь в пояса, у тебя растет мастерство в поясах, и ты с большим шансом там пробьешь, брешь в крафт, например, высокорангового пояса. В целом, про это было ранее уже все рассказано абсолютно, поэтому рекомендую отлистать видосик просто чуточку назад. Далее, четвертый вопрос. Что лучше крафтить для всех классов? Касательно крафта с помощью искры искусности, тут нужно думать, не знаю, наверное, раз 20, не то, что трижды подумать, да, раз, наверное, реально 20 нужно думать, что в итоге выкрафтить себе за искорку. То есть, это должен быть какой-то, если нон-сетовый предмет, то он должен быть довольно-таки хорошим, он должен подходить нам по статам. Если мы крафтим что-то другое в виде украшения, нужно подумать, полезно ли нам это украшение. Касательно моего ответа, который я ранее задокументировал, то прочитаю его. Слоты с малым этим левелом нужно крафтить, и при этом самое главное выбрать правильное украшение, ведь одним из них является аркан стихий. То есть, о второе украшение ты уже как-то сам думаешь. К примеру, например, у латников это пояс. Пятый вопрос. Какие профы лучше друг с другом сочетаются? Скажу так, что не стоит особо об этом думать. Можно комбинировать как на разных персонажах, так и можно вообще не комбинировать и брать то, что по кайфу. К примеру, у меня на ДК кузнечка, инженерка. Сочетаются они? Нет. И та профессия роду требует, и другая профессия роду требует. Ее можно выудить с твинка, ее можно выудить с аука, и в принципе нормально довольно-таки. Шестой вопрос. Какие профессии самые прибыльные? Самые востребованные профессии всегда будут прибыльными. Умом. Это умная мысль. Например, ювелирное дело и наложение чар. Рассудите сами. Ювелирное дело. Камушки. Камушки всегда актуальны. Сейчас еще крафт аркана стихий прикрутили. Колечки какие-нибудь можно выкрафтить как вариант. Колечки крафтятся сразу с сокетом, что довольно-таки приятно. Я сам себе, скорее всего, буду крафтить колечко на следующем КД. Найду крафтера и буду крафтить. Наложение чар. Чанты актуальны. Всегда абсолютно. Имеется много вещей, которые мы чарим. Также инструменты еще нужно чарить. То есть наложение чар. Выгодная профессия. Почему бы и нет? Седьмой вопрос. Какие профессии лучше в ПВЕ? А какие в ПВП? В ПВЕ алхимия плюс инженерное дело. Инженерное дело. Там различные всякие гаджеты, различные устройства. Алхимия позволяет дольше держать на себе активную фласку. Активный фиал. Касательно ПВП. Какая-нибудь крафтовая. Потому что особых бонусов, как я правильно понимаю, там нет. Ну то есть мы фласку юзнуть никакую ничего не можем на аренах. Поэтому бонусы как-то отпадают. Далее интересный вопрос. Восьмой. Стоит ли я подпечатку мудрости на ханте? Или сделать лучше штаны? Они у меня 63-е, а и левел 92-й. Ну, как я правильно понимаю, это и тем левел то, что общий, 392-й. А штаны то, что 363-е. По факту в данной ситуации я рекомендую глянуть бисовый лист заранее. И понять, нужны ли тебе сетовые ноги. Быть может, тебе просто-напросто нужны сетовые ноги. И в тот момент, когда откроется катализатор вдохновения, ты прокрутишь их себе с помощью какого-нибудь эпика, например, дропнутого с мифик плюс. И все. То есть, например, просто-напросто ноги не нужны крафтовые. А колечко апать? Да, конечно, почему бы и нет. Ты не тратишь при этом искорку. Ты просто тратишь концентрированный настой. Ты тратишь немного реагентов. И все. Типа апанье вещиц — это дешевое занятие. Крафт — дорогое удовольствие, потому что требуется искорка. Поэтому крафт нужно делать с умом. К тому же, кольцо имеет классный слот для крафта, потому что имеет сокет при своем крафте. И вообще рекомендую воспользоваться вкладкой «Дроптимайзер» для полного понимания апгрейдов от крафтовых вещей. Какие капы мастерства для сбора Т3 ресурсов и максимально эффективный способ получения этих капов? Как говорил ранее, добывающими профессиями я почти не занимался. И, надеюсь, кто-то в комментариях на это ответит. Не хочу сказать какую-то чушь, не хочу наврать человеку, который задал этот вопрос. Оставлю этот вопрос на комментаторов. Господа, чатик, помогите человеку. Ответьте на его вопрос. Как говорится, вопрос уходит в зрительский зал. Десятый вопрос. Вопрос созрел. Как себе заказать через стол максимальный итем-левел шмотку, чтобы без чата? В рамках этого видео уже немножко все это было показано, но давай прочитаю задокументированный ответ, который я составил ранее. Заказы можно ставить с твинка на мейна и наоборот. При заказе можно тратить свои реагенты или реагенты другого человека. Но при этом искра, хаос, а также другие итемы, например, находящиеся справа, должны быть отправлены с первого персонажа, то есть с заказчика. Одиннадцатый вопрос. При рекрафте навык не поднимается, что ли? Нет, навык не поднимается. Двенадцатый вопрос. Как лучше качать профу? Где найти гайды по профам? И как крафтить Т5 шмотки? На вовхеде есть замечательное руководство по прокачке профессий. Недавно были рассмотрены видосики на ютубе. Касательно того, как лучше качать профу, аналогично. На вовхеде до навыка примерно 50-70 все прописано. Далее, скорее всего, придется крафтить людям шмоточки с помощью искр с целью того, чтобы повышать навык. Ведь в тот момент, когда мы крафтим вещицу с помощью искры, мы поднимаем свой навык на 3 единицы, что довольно-таки выгодно. Последний вопрос. Тринадцатый. Интересное число вопросов получается. Если мне скрафтили какую-нибудь 392-ю вещицу, через какое время я смогу ее апнуть до 418-го? И что мне для этого нужно будет? Тебе потребуется немного ресурсов, 5 рвения мастера за каждый рекрафт, и также потребуется концентрированный изначальный настой. То есть, ты это изначально закидываешь, там в крафте какая-нибудь вещица 415-я, как вариант, если не прокнет, а потом ты докидываешь дополнительно рвение, докидываешь ресурсы, и уже вы будете ролять вот эти вот, например, 30%, то, что прокнет на 3 этом левела выше или нет. Разумеется, этим нужно заниматься, потому что если вы оставите какому-нибудь боссу когда-нибудь на освоении 0,1%, то на месте РЛ я бы почекал различные вещицы крафтовые. 415-е они или 418-е. Все-таки, если вы сделали себе бисовую вещицу, то сделайте ее реально бисовой, сделайте ее высокого этом левела, и пусть она радует глаз. На этом все абсолютно. Я не знаю, насколько видос получился, я делал паузу, я немножко отвлекался. Думаю, если видос получился минут на 20, это хорошо. А если на 30, ну, как говорится, изучайте, наслаждайтесь абсолютно всей информацией. Если что-то было непонятно, можете задать вопрос в комментариях. Постараемся все вместе, коллективно рассудить что-то, ответить на вопросы друг друга. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!